Приветствую вас, исправить ситуацию, конечно, еще можно, но я не совсем здесь понимаю, в какую сторону вы хотели бы эту ситуацию справлять. То есть вы хотите что, чтобы молодой человек вам поверил, в это вы хотите, ну и да, тут момент такой, что даже если он вам поверит, равно это будет некое условие, все равно вам придется это доказывать. Здесь, как мне кажется, основная проблема заключается в том, что вы изначально свои отношения выстраивали на таких вот завоевательно-доказательственных основах. Я бы, я бы так это назвал. То есть, что это, что это значит, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что это чисто гендерные отношения, вот, где нет личностного взаимодействия, где нет уважения друг к другу как личности. Не потому, что там, вам не стоит уважать, или, у молодого человека не стоит уважать, или потому, что вы не умеете уважать, или потому, что молодой человек не умеет уважать. Я говорю немного о другом, о том, что в целом, в принципе, ваши отношения, они выстраиваются таким образом, что есть только мужчины и женщины, знаете, и при том, что, как бы, как сказать, что вот ощущается, что вы как за друг на друга, да, как предмет, как вещь, что вы, например, там, пытаетесь содержать нового человека, ревнуете его и так далее. То есть это вот связано тем, что вы, ну, к себе относитесь. Вот так, таким образом, то сказать, в отношении к себе, как, ну, как к условной ценности. Вот, не безусловной, а к условной ценности. И на мой взгляд, вот, есть такая ещё проблема, что то, что вы делаете для молодого человека, то, что вы делали или делаете, или делаете для молодого человека, это вот ощущается сейчас, ощущается. так, как будто это жертва, понимаете? То есть как будто бы вы вот, ну, жертва-то собой. Мне кажется, что это не хорошо для вас, вот. Понимаете? Вот. Такой я могу вам, значит, дать ответ здесь. И что ещё можно добавить? Ну, в принципе, в принципе, наверное, ничего больше. То есть, что этот молодой человек может справиться, если вы начнёте себя уважать, если вы будете относиться к себе с уважением, если вы будете ценить себя, если вы будете, там, не знаю, любить себя, если вы научитесь принимать себя и слышать себя, да, вот, если вы не будете реагировать таким образом, каким вы реагируете, ну, сейчас, по сути. Вот. И я не говорю, что это однозначно плохая история, то, что вы себя вот слушаете, ну, что вы себя не слушаете. Я просто пытаюсь сказать, что этим вы себе вредите. Вот. Такая вот история. Значит, на что обратить внимание? Отношение к себе, восприятие чувства к мужчине. Обратить внимание на то, что между вами общего. Посмотрите на свое увлечение в жизни, что вам нравится в своей собственной жизни, что вам нравится, что вас увлекает, что вас вдохновляет. Вот. И как вас ранит эта ситуация? Что уточню вас в этой ситуации сильнее всего? Радит. Вот. Те вещи, на которые надо бы вам обратить свое внимание. На этом все. Я надеюсь, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова